Итак, сегодня мы поговорим про новые возможности JavaScript. Я сначала два слова скажу про JavaScript вообще, и потом расскажу, что там появилось новенького. Итак, давайте я весь экран открою. JavaScript. Итак, значит, 20 лет назад JavaScript появился и сделан был одним человеком, Брэндоном Айхом, ну и сделан был в значительной степени на скорую руку, потому что решили забабахать вот что-нибудь такое интерактивненькое в Netscape Navigator 2, который на тот момент был самым крутым и самым популярным браузером. Ну, собственно, у него и конкурентов-то не было. Ну и в 96-м году JavaScript был отправлен в организацию ECMO International, которая занимается стандартизацией языков. вот, и с тех пор у него два названия, да, JavaScript и ECMO-скрипт. ECMO-скрипт – это стандарт, тот стандарт, который описан спецификацией и который реализует разные движки, да. Но при этом название все равно сохранилось, чаще всего называют JavaScript. Очень забавно, что два самых популярных языка программировали, ну, по крайней мере, входящие в пятерку самых популярных, да, это Java и JavaScript, появились оба ровно 20 лет назад, в 1995 году и оба неизменно держат лидерство. В 97-м году была опубликована спецификация ECMO 262, которая на долгие-долгие годы стала вот основной, ее все реализовывали и как-то не особо-то и пытались что-то менять, да. То есть, на самом деле, JavaScript развивался очень-очень медленно. В 2011 году появилась версия 5.1, в которой кое-что было изменено, некоторые интересные фишки там появились, но, в общем-то, было сделано недостаточно, да, с учетом распространенности этого языка и с учетом его специфичности и ограниченности во многих отношениях, да, и с учетом того, насколько другие языки сильно продвинулись, нужно было сделать гораздо больше. Ну и, наконец, в июне 2015 года была реализована версия ECMO Script 6. Не реализована, выпущена, да, потому что это пока что спецификация. ECMO Script 6, в принципе, она получила другое наименование, хотя ее же все ждали под именем ECMO Script 6 и по-прежнему называют ECMO Script 6, вот такой плоготипчик, ES6, да, вот, но официально ее название это ECMO Script 2015. Так как необходимости в нововведениях накопилось очень много, решили больше не медлить и выпустили в 2015 году вот это вот обновление, да, спецификацию. И предполагается, не все туда вошло, не все, что хотелось, и предполагается, что в следующем году уже появится ECMO Script 7 и, соответственно, называться он будет, по всей видимости, ECMO Script 2016. Вот. Ну, не очень понятно пока в точности, что туда войдет, вот. Поэтому давайте сосредоточимся на ECMO Script 6, тем более он есть, и там много нового, и он поддерживается уже не полностью, да, но частично поддерживается браузерами. И не только браузерами, сейчас поговорим про это. Значит, движки, которые сейчас используются, основные движки, самый популярный движок — это V8, да, движок, соответственно, что это такое? Это just-in-time компилятор, который берет JavaScript и компилирует его машинный код. Если лет десять назад движки JavaScript были очень медленные, работали как обычные интерпретаторы и не пытались ничего оптимизировать, то Google, войдя на рынок со своим Google Chrome, она ситуацию сильно изменила и создала вот этот движок V8, который был значительно во много раз производительнее, чем движки предыдущего поколения. Ну, и, в общем, это было одним из факторов, почему Google Chrome стал популярным, потому что на нем стал JavaScript очень быстро бегать. Ну, и для Google это было критично, потому что они создавали приложения, которые очень активно использовали JavaScript, ну, и продолжают создавать, да, Google Maps, Google Docs и так далее. Вот. Ну, и достаточно быстро подтянулись другие авторы движков, да, и началась конкуренция такая движков за скорость. И то, что мы имеем на сегодняшний момент — это возросшую во много-много раз производительность JavaScript-ового движков. Сейчас уже вряд ли будет очень серьезный перерост. Наверное, будет, но вряд ли там во много раз, потому что, в общем, выжили уже большую часть соков, да. Вот. И можно сказать на сегодняшний момент, что JavaScript сегодняшний, он не так уж сильно уступает той же Java по производительности, да. Ну, мы знаем, что Java где-то в два раза отстает от C++ по производительности. Вот. Ну, и JavaScript помедленнее немножко. В основном помедленнее даже не за счет того, что оптимизирован не настолько хорошо, а за счет того, что это язык все-таки динамический, да, не типизированный. А типизация, статическая типизация, она позволяет выполнять ряд оптимизаций, которые возможны только для статически типизируемых языков. Вот. JavaScript остается динамическим, то есть нет четкого типа, да, переменной можно присваивать любое значение, значение определяется в момент выполнения, вот. И это создает некоторые ограничения для возможностей оптимизации. Но, тем не менее, вот большая часть соков, которые можно было выжать из JavaScript, да, они выжаты. То есть используется та же Just-in-Time компиляция, что и в Java, вот. Сборщики мусора очень эффективные и так далее, и так далее. Вот. Ну, и если говорить про ненавидимый всем Internet Explorer, сейчас там появился новый движок Chakra, который, в общем, достаточно хорош, тоже поддерживает в значительной степени уже JavaScript 6, и, в общем-то, вполне пригоден для использования, да. Internet Explorer скорее не любит по старой памяти. Так. Значит, где используется JavaScript? JavaScript все больше и больше используется, все шире и шире. И на настоящий момент JavaScript используется не только в браузерах, ну, прежде всего, конечно, в браузерах, но также он может использоваться в Java, да. Java, начиная с шестой версии, включает движок JavaScript, да. Движок поменялся. В седьмой версии это был Urgina. В восьмой версии это Nashorn. Но в любом случае там есть движок. Urgina тоже можно использовать, он доступен, тоже интегрирован с Java. Вот. Вы можете писать на JavaScript те код, который будет конферироваться в байт-код, да, джавовский. И, в принципе, JavaScript это такой вариант Visual Basic, да, для Java. То есть вы можете какие-то вещи, какие-то сделать возможности, вот как мы можем автоматизировать, да, приложения майкрософтовские, да, с помощью Visual Basic, ну, типа Word, Excel и так далее. Так мы можем, в принципе, сделать и для JavaScript такую простую автоматизацию, да. JavaScript писать гораздо проще, его большее число людей знает. И, соответственно, очень тоже хороший вариант использования. Значит, Node.js, да, Node.js, многие, наверное, уже наслышаны, это серверный движок, то есть попытки использования JavaScript на стороне сервера. Он вырос, в общем-то, на вот возросшей во много раз производительности JavaScript, основан на движке V8 от Google, да. Движок V8 open-source и команда Node.js его заюзала. И плюс они воспользовались встроенной асинхронностью JavaScript, да. То есть JavaScript, он от рождения язык асинхронный, потому что ему приходится работать с событиями, с пользователем. И работа с пользователем, она не может быть синхронной, иначе просто подвисать будет компьютер. Ну, может быть, вот в старых приложениях, там, диалоговым интерфейсом, да, там компьютер задавал вопрос в командной строке и ждал ответа пользователя. То есть до тех пор, как появились оконные интерфейсы, у нас все приложения асинхронные, да, и основанные на событиях, да, оконные все. Нажали на кнопочку, и произошло событие. Вот, они сделали таким же образом, так как в JavaScript уже вся была инфраструктура для callback, для работы с этим, они сделали серверную часть на тех же механизмах, и Node.js очень быстро взлетел, да, потому что асинхронный доступ к сети, асинхронный доступ к сторонним серверам, к базе данных, он позволил очень сильно ускорить работу приложений, да. Вот, ну и Node.js до сих пор очень популярный, хотя вот те возможности асинхронности, которые там появились в 2009 году, они сейчас уже далеко не уникальны, с тех пор они стали переноситься на всякие другие языки очень активно, да, и сейчас, в общем, это много где доступно, но Node.js все равно хорош и содержит огромнейшую библиотеку всяких компонентов, да, NPM, но вот Package Manager содержит колоссальное количество всяких пакетов, которые, кстати, можно использовать и на стороне браузера, если использовать Browserify, да, библиотека такая, которая транслирует из формата Node.js в формат браузера. Ну, и последнее, это Apache Cassandra, это open-source проект, PhoneDev, это тоже самое, принадлежащее компании Adapt, в коммерческом варианте, да. Соответственно, Apache Cassandra позволяет создавать мобильные приложения, используя HTML и JavaScript. Соответственно, весь интерфейс, все-все-все создается на JavaScript, вот, вся интерактивность, все взаимодействие с пользователем, а там, где необходимо доступ к мобильной платформе, да, там используются интерфейсы, да, тоже JavaScript-овые интерфейсы, которые позволят обращаться к низковоуровневым возможностям, ну, например, там, сделать снимок на камеру, да, понятно, что в JavaScript-е такой возможности нет, вот, но есть там соответствующая функция, там, которая позволяет обратиться к камере, причем эта функция называется одинаково для, ну, если вы пишете код для iOS или если вы пишете для Android или для Windows Phone и так далее. Вот поэтому, получается, появляется возможность создавать, во-первых, кроссплатформенные приложения, да, то есть это сейчас большая боль, когда мобильные приложения стали столь популярные, приходится создавать несколько версий, вот. Используя там Apache Cassandra PhoneGap, мы можем на HTML Plus JavaScript создавать одну версию, да, и если нам нужны какие-то низкоуровневые возможности, просто написать соответствующую функцию на низкоуровневом языке, да, соответственно, разную для каждой операционной системы, и предоставить интерфейс JavaScript-у, чтобы можно было обращаться. Вот, это основные виды использования JavaScript-а. Как видите, JavaScript сейчас просто на коне. И если мы посмотрим на популярность, на самом популярном ресурсе для хранения открытых проектов, мы увидим, что JavaScript вот в 2012 году обогнал язык Ruby, Ruby вот сейчас вообще ушел на третье место, вот, а JavaScript сейчас лидирует. Это в значительной степени происходит, во-первых, потому что очень низкий порог входа в JavaScript, да, легко его начать использовать, вот. Это, правда, приводит к тому, что и мусора много, да, но и большое количество проектов, да. И, во-вторых, потому что очень много вариантов использования JavaScript, да, и, пожалуйста, в мобильных, и, пожалуйста, в браузерах всех, везде-везде поддерживается JavaScript, да. Вот. Ну, и JavaScript сейчас становится часто языком, первым языком программирования, которым обучают там в школе и так далее. Вот тут, кстати, конференция у нас джавовская, да, можете посмотреть, как джава поднималась, видите, была на седьмом месте, прямо по ступенькам видно, как джава, при том, что джава далеко не новый язык, а язык, которому 20 лет, да, вот сейчас вот так вот взяла и восстала из пепла, можно сказать. Ну, во многом за счет джава 8, да, популярность существенно растет. Ну, и теперь давайте поговорим, собственно, про возможности ECMAScript 6, да, так, вводную часть я закончил, и сейчас сделаем обзор разных-разных штучек, которые появились в ECMAScript 6. Первое – это оператор LED, да. У нас для объявления переменной в JavaScript есть оператор VAR. Оператор VAR позволяет нам объявить переменную, чтобы она не была глобальной, да, если мы напишем просто TMP равно 1, 2, 3, то у нас будет переменная TMP глобальная в глобальном объекте, если в браузере, то в объекте Windows. Здесь она получается локальной, однако она локальная не для блока, а она локальная с момента своего объявления до конца функции, да, вот тут функция еще не кончилась, и TMP вполне себе доступна. переменная LED позволяет быть переменной объявленной только внутри блока. Соответственно, мы объявили ее LED TMP, и, соответственно, снаружи блока она уже недоступна, ее не существует. Также вот, ну, здесь другой примерчик, да, вот FU мы здесь объявили 5, да, и, посмотрите, внутри блока у нас мы создали другую переменную, которая сохранила старую переменную, старое значение 5 и оттянила, да, shadows, и создала новое значение 10. Внутри этого блока доступно значение 10, а если мы выходим из этого блока, мы видим старое значение, это 5, да. Вот. Также появились константы. Константы – это тоже что? Переменные, но их нельзя менять, да. Что такое константы, наверное, все знают. Вот const – ключевое слово. Кстати говоря, вот эти зарезервированные слова, да, ключевые слова, которые появились в FU, они на самом деле были зарезервированы, многие из них, по крайней мере, такие как LED, const, зарезервированы в самом начале появления JavaScript. То есть ребята, когда создавали JavaScript, уже сразу тогда подумали о будущем и добавили туда много-много ключевых слов. Класс, там, конструктор, куча-куча всего, в том числе LED, const. Вот. Таким образом у нас облегчается перенос старых программ в новую версию, потому что если там, ну, скорее всего, у нас нет переменных, да, потому что это зарезервированные слова, у нас нет переменных, которые бы назывались LED, допустим, да, или const. Это недопустимо. Идентификаторы такие недопустимы были уже раньше, хотя таких ключевых слов не было. Смотрите, мы теперь можем присваивать значение объекта, да, как мы раньше присваивали. Вот у нас были переменные x и y, да, мы писали x, x, y, y. Теперь мы можем писать просто x, y, да. Это, в общем, небольшое изменение, но достаточно удобное. Давайте я покажу это на примере. Значит, давайте вот делаем x равняется единице, y, сейчас я попробую. y равняется единице, да. Вот. И я создаю объект O, x, y. Вот. У меня получается объект x, 1, y, 1. То есть вот эти вот переменные, они упаковались внутрь этого объекта. Другая возможность – это вычисляемые значения, да. То есть если раньше нам приходилось значение вычисляемое, прописывать вот таким способом, да, мы могли в фигурных скобках литералом объявить объект, но если нам нужно было какое-то вычисляемое значение, то нужно было писать его отдельно. то теперь мы можем прямо в теле объявления прописать вот это вот вычисляемое значение. Ну вот, например, мы создаем объект O, в котором будет переменная x, а вторая переменная у нас будет вычисляться. Это будет A плюс x, да, например. Вот. И, ну, присвоим им какое-то значение 2. Вот. И теперь смотрите, у нас получился объект, у которого есть x со значением 1, а второе имя, свойство, оно вычислено, да. Взяли A, прибавили к нему x, получился A1, и вот оно, A1 получило значение 2, то есть оно вычислено. Ну, можно было раньше также написать, да, пользуясь квадратными скобками. Вот. A плюс x равняется 2. В принципе, это аналогично, да. Ну, вот такой синтаксис улучшенный. Значит, свойства объекта, да. Мы теперь можем создавать объекту свойства не используя ключевое слово function, а просто написав имя функции. Atmoscript сам распознает, что это функция, а не переменная, да. То есть по наличию вот этих вот круглых скобочек он сам это распознает. Ну, чуть-чуть короче получается. ArrayMatching. ArrayMatching – это возможность, смотрите, писать выражение с левой стороны. То есть вот если у нас есть список 1, 2, 3, то слева мы можем написать A, B равняется лист, и у нас получится, что A равен единице, а B равен тройке. Вот. Это крутая возможность, которая, к сожалению, в Google Chrome не поддерживается пока что, но она, как ни странно, поддерживается в Safari. Я сейчас попробую. Так. Сейчас. Секунду. Включу. Девелоперское окошко. Консоль. Так. Тут, к сожалению, я вот не знаю, как увеличить шрифт. Ну, надеюсь, что будет видно, хотя тут шрифт, к сожалению, очень маленький. Вот я, например, создаю список, лист равняется 1, 2, 3, да? Вот. И я могу теперь написать x, y, z равняется лист. То есть с левой стороны это написать, да? И теперь у меня, смотрите, x получил значение 1, y 2 и z 3. А, так, я ошибся. x, y, z, да? x, y, z. Вот. Вот. x получил значение 1, y 2, z 3. Вот. Достаточно удобная возможность. Интересно, здесь никак нельзя увеличить шрифт. Не знаю. Обычными движениями Ctrl+, Ctrl+, он не хочет в консоли увеличивать шрифт, к сожалению. И боюсь, что вам плохо это видно. Но, к сожалению, в хроме это пока что не поддерживается. То есть если мы так попробуем сделать, да? x, y равняется лист, то он нам выдаст ошибку. Вот. Но, скорее всего, вот в течение каких-то ближайших месяцев эта поддержка появится. ECMAScript 6 стандарт новый и еще не все реализовано. Так. Давайте я посмотрю, какие-то у меня вопросы тут уже написали. Владимир, что за среда разработки? Вот это не среда разработки, это просто браузер. Я открыл браузер. Почему const, а не final? Потому что const был зарезервированным словом в JavaScript. И издревле. Вот. Ну, final – это из Java ключевое слово, да, соответственно. Разные языки, да? Apache Cassandra – это же r subbd. А я написал Cassandra? Боже мой. Согласен. Это ошибка. Cardova. Apache Cardova. Это я описался. Спасибо за бдительность. Соответственно, это не Cassandra. Сейчас. Apache Cardova. О, Cassandra – это суббд, действительно. Они с одной буквы начинаются, я перепутал. Спасибо. Так. Ну, я периодически буду заглядывать в вопросы, да. Соответственно, вы можете их туда задавать и я буду посмотреть. Так. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти-ти. 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 Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Еще что тут интересненькое. Вот это вот очень крутая штука. b a равняется a b. Тоже она пока что не работает в Google Chrome. Если нам надо поменять местами очень распространенные операции, которую неприятно выполнять, нам приходится это делать через третью переменную. TMP равно A, B равно TMP. Просто меняет местами значение. Если, например, A равно 1, B2, то стали наоборот. A равно 2, B равно 1. Причем мы можем здесь выполнять какие-то вычисления. Опять же, я это не могу показать в Chrome, потому что это не работает. Здесь мелкий шрифт, но, тем не менее, если присмотритесь, увидите. Например, я могу написать xy равняется y умножить на 2, x плюс y. То есть я могу вот так вот прям целые выражения писать. Вот у меня получилось x равен 4, а y равен 3. Так, можно без трех побитыми операциями SOR. А, ну, побитыми операциями. Это как-то заморочено очень. Соответственно, у нас есть возможность делать это очень естественным способом, очень удобным. Сразу много переменов переприсваивать. Следующее, object matching. Это называется array matching. В Java он пока отсутствует. В Scala очень крутая поддержка matching. Ну и вот в JavaScript она какая-то базовая тоже появилась. Object matching позволяет нам с левой стороны писать свойства объекта. И, соответственно, в эти переменные свойства объекта будут считаны. То есть если вот здесь вот есть OKLHSRHS, то это вот тот же самый код, как обычный JavaScript код извлечения данных из объекта. Кроме того, мы можем писать значения по умолчанию слева. A равно 1, B равно 2, C равно 3, D. Вот смотрите, здесь мы написали значения по умолчанию. И пытаемся вот этот вот, помачить вот этот вот список, лист. Вот смотрите, в этом списке два значения, 7 и 42. Соответственно, A получит значение 7, не значение по умолчанию, а 7. B получит значение 42. C получил бы значение undefined, но так как у него есть значение по умолчанию, получит оно значение 3. Ну а у D нет ни значения по умолчанию, ни значения в списке, поэтому она получит значение undefined. Вот тоже краткий и удобный код получается. Для присваивания переменных. То есть мы одной строчкой, вот одним ударом, одной строчкой сразу можем присвоить 4 переменных. То, чтобы нам пришлось писать 4 строчки. Здесь мы это сделали в одной. Новые функции появились для фильтрации. А, тут вот давайте вот это сначала. Появилась более краткая запись для функций. Ну, если вы знаете Java 8, то это полный аналог, в общем-то, лямбда выражений. Мы можем создавать функции, написав вот так. F равняется V, V плюс 1. И это то же самое, что вот эта длинная запись. Function V return V плюс 1. То есть взять переменную V, которая становится параметром, и прибавить к ней 1 и вернуть результат. Вот, можем попробовать. Это поддерживается хромом. F равняется, там, V, стрелочка, V плюс 1. Вот, у нас получилась функция. F – это функция стрелочная вот такая. И теперь, если мы напишем F1, например, мы получим результат 2. Ну и так далее. То есть к любому значению он будет прибавлять единичку. Очень удобно. И, смотрите, появилась вот такая функция forEach у массива. То есть если мы создаем массив R равняется 1, 2, 3, мы можем его вывести очень удобным образом. R forEach. И здесь мы пишем вот эту вот стрелочную функцию. Каждый элемент этого массива, ну, например, назовем его A. Что нам сделать с каждым элементом A? Ну, давайте его выведем. В общем-то, если вы знаете Java 8, то это практически аналог. Вот он вывел значение элемента A. Также могут быть несколько параметров. Если один параметр, мы можем скобки не использовать. Видите, здесь скобки не использованы. Но если параметров больше одного, нам уже понадобятся скобки. Вот x, y, x плюс y, например. Выделяем такую функцию. f равняется x, y, x плюс y. Вот. И у нас теперь f складывает значения. Очень краткое, очень удобное создание, объявление функции. Ну, и также у них может быть тело. Вот. Если у нас больше одного выражения, то нам нужно заключать его в фигурные скобки и здесь уже использовать слово return. Здесь уже получается не настолько кратко, но все равно нам не нужно писать ключевое слово function. Все равно более кратко, чем раньше. В Java, в ECMAScript 6 появились сеты, да, мэпы и в Xset WebMap. Сет — это, собственно, множество, да. То есть множество не было в JavaScript, можно было его имитировать через ключи объектов, но это было неудобно. Сейчас появилось нормальное множество. Мы можем написать s равняется new set и добавлять туда значения. as add, например, hello, вот, да, так, я неправильно написал, as add, а, я а написал, sorry. s равняется new set, as add hello, да, as add by, да, и теперь у нас здесь в set содержится два значения, hello и by. Если мы еще раз добавим значения, которые там уже есть, то оно там не появится, потому что это множество. Вот, ну и еще одна вещь, которая появилась в ECMAScript, это оператор forOf, да, мы можем пробегать по значениям с помощью off, цикла off. Если раньше у нас был цикл in, да, то есть если был массив, допустим, раз, два, три, то попробуем пробежаться по нему с помощью цикла in. И, in, r, да, консоль, log, и, что у нас выведет он? Вот, он выведет 0, 1, 2, не 1, 2, 3, а 0, 1, 2. Почему? Потому что он выводит индексы, да, чтобы вывести элементы, надо написать вот так вот. Надо написать вот так вот. Вот, и этим беды его не заканчиваются, потому что если мы добавим что-то в этот объект, r, my, prop равняется 100,000, то этот цикл выведет и myProp, который, вообще говоря, не лежит в нашем массиве. Это просто какое-то свойство дополнительное, которое мы положили в массиве. Вот, в этом смысле цикл forOf, он такой более аккуратный и позволяет получить именно элементы. То есть это элемент, да, уже теперь не индекс, а элемент получается. Мы бежим по массиву и выводим только значения, которые есть в массиве. Вот, получился раз, два, три. Уже тысячи у нас здесь нет никакой. И у нас тут нету... Ну, мы бежим именно по элементам, а не по индексам. Ну, и здесь вот так же можно бежать по элементам нашего множества. sValues вернет нам элементы множества, да, sValues, sValues, вот, вернет итератор, да, и, собственно, по итератору мы можем бежать. Собственно, вот этот forOf, он и бегает по итераторам, да. То, что, почему он умеет бегать, это именно итераторы, да. Вот. Соответственно, можно... Ну, так, ладно, давайте дальше. Map. В сущности, Map был в JavaScript, да. Map в JavaScript это обычный объект, да, ключ-значение, все было, но они решили все-таки добавить Map, который бы выглядел похожим образом на Map в, так сказать, нормальных языках программирования, типа Java, да, и, соответственно, он ведет себя аналогичным образом, да. Мы можем тут помещать ключ-значение, да. Мы можем, опять же, по нему бегать. Очень похоже на HashMap JavaScript, да, ну или 3Map, не важно, на интерфейс Map, да. Вот. Обратите внимание, что вот здесь используется Pattern Matching. Pattern Matching в Chrome пока не работает, да, но вот здесь, вот видите, мы бежим KeyVal по множеству Entries. Entries возвращает множество пар, да, и мы можем так по нему пробежаться. WeakSet, WeakMap – это тоже аналог того, что есть WeakHashMap, да, WeakHashSet в Java, то есть это множество или ассоциативная таблица со слабым связыванием. Это значит, что там будут храниться гарантированные элементы, только если на них еще есть какие-то другие ссылки, да. Если на объект не осталось ни одной ссылки, то GarbageCollector может очистить содержимое элемента, хранимого только в WeakSet, да. Соответственно, вот мы, например, создаем объект A, помещаем его в WeakSet, вот с помощью Has проверяем, есть ли он там. Потом мы A присваиваем null, и теперь это показать я вам не могу, потому что GarbageCollector отрабатывает в одному ему ведомые моменты, да. Ну, можно, наверное, имитировать как-то момент нехватки памяти, но сейчас мы этим заниматься не будем, да. Вот. Но надо понимать, что у нас может в любой момент произойти очищение элемента, если он хранится только в WeakSet, да. Ну, или WeakMap ведет себя аналогично. И бегать по WeakSet нельзя. WeakSet не является iterable, то есть мы можем из него только извлекать данные с помощью get, да. Интерполяция строк позволяет нам писать. Вот мы привыкли в JavaScript, и это, конечно, очень неудобно, пользоваться конкатенацией, чтобы в серединку какие-то значения запихнуть, да. Вот у нас есть, например, какие-то объекты, нам нужно их поместить в строку. И вот приходится нам писать такие вот кучу-кучу плюсиков, конкатенировать. Этот код трудно читать и трудно поддерживать, да. Что мы можем сделать в ECMAScript 6? Мы можем написать, ну, например, вот мы задаем какого-то объекта. Name Вася, допустим. Например, Mark 5, да. И мы можем сделать строку. Так, сейчас. Вот, например, S равняется. И мы можем использовать вот такие вот, такой вот expression language простенький, да. Name, год, Mark. И тут, например, Mark, да. Вот. Соответственно, в этот expression language будут подставлены соответствующие значения, да. Вот, соответствующие значения переменны. Name будет подставлено Вася, в Mark будет подставлено T. Причем это действительно expression language. Мы там можем проводить и какие-то вычисления, да. То есть мы можем, например, у него вычесть балл. Ну, добавить уже некуда, пятерка. Вот, то есть, в общем-то, такой очень примитивный шаблонизатор теперь встроен в, прямо в сам язык. Так, что еще? Давайте дальше, да. Появились всякие новые функции в классе number, да. Функция, которая позволяет определить none число или не none, да, из none. Из finite позволяет определить бесконечность или минус бесконечность. Вы, может быть, уже сталкивались с этими функциями, они довольно давно поддерживаются многими браузерами. Вот из совсем новеньких, вот, isSafeInteger, да, интересная функция, которая позволяет проверить, действительно ли такое число влезает в соответствующий тип, да. Является ли это число безопасным интегером или isSafeDouble, да, является ли безопасным. Вот, и мы можем проверять и безопасно, соответственно, его там хранить или хранить каким-то другим образом, да. Вот, ну и вот такая распространенная проблема в JavaScript, да, ну и вообще во многих языках, что когда мы вкладываем вещественные числа, мы можем не получить то же самое число, да, то есть, которое, казалось бы, 0.1 плюс 0.2 должно быть 0.3, но на самом деле там образуется некоторая погрешность. Она очень маленькая, но она образуется, да, вот. Раньше эта погрешность была не определена, нужно было самому вводить ее размер, да, можно было написать 0.0.0.0.1, вот. А теперь появилась константа, number epsilon хранит вот эту вот погрешность. Значит, значение по умолчанию, у функции могут быть значения по умолчанию, и в y, z, да, вот, видите. И, соответственно, если мы обращаемся к этой функции, f1, то y и z тоже получат значения только по умолчанию. А если напишем все значения, то, соответственно, они возьмутся и из параметров. Вот. Раньше нам приходилось писать вот так, если y равняется undefined, y равно 7, да. Ну, многие, правда, писали y равно 7, or, да. y равняется y, or 7, да, тоже вариант был более краткий. Но сейчас это еще понятнее и удобнее делать. Оставшиеся параметры. Смотрите, вот такой оператор epsilon, он сейчас тоже, ну, уже довольно давно, да, в java тоже поддерживается epsilon, позволяет нам использовать произвольное количество параметров. Вообще говоря, в JavaScript-те такая возможность была изначально, используя свойства arguments, да, класса function. Но теперь эта возможность, она такая более удобная, да. Вот смотрите, x и y у нас это обязательные значения, вот они, x и y. А все остальные у нас помещаются в a. Ну, и вот мы, например, перечислили несколько значений. Вот a length у нас будет 1, 2, 3, потому что после x, y, x стало единицей, y стало двойкой, а вот все остальные значения попали в a. Ну, и a – это массив, к которому мы можем обращаться. a 0 будет возвращать hello, a 1 true, a 2 7. Еще одна интересная возможность – это оператор spread, который позволяет нам конкатинировать два массива. Да, вот смотрите, мы создали один массив и создали другой массив. Ну, давайте я вот на примере покажу. r 1 равняется там 1, 2, 3. Вот, и мы создаем, например, r 2, второй массив, в котором будут содержаться элементы 5, 5. Потом мы хотим, чтобы туда поместился r 1, многоточие r 1, вот он в это место будет помещен. Ну, а потом, например, 6, 6. Вот, у нас получился вот такой массив 5, 5. Потом элементы, которые были в r 1, 1, 2, 2. И потом последние элементы 6, 6. Так, следующая штука. Давайте я посмотрю вопросы. Нет, не открываются. О, так. В слайде должно быть return x плюс y умножить на arguments минус 2. Ну, наверное. А есть идеи, почему… Там что-то в старом маскрипте что-то не так, что ли. А псевдомассив. Ну, а это да, это массив, да. А массив, к нему можно обращаться. Есть идеи, почему терминология не совпадает с другими языками. Почему это не lambda expression, а именно a row function. Ну, в общем-то, это и есть lambda выражение, да. Терминология здесь общая, да. Ну, так они назвали. Нет, у меня нет идеи. Почему? Просто вот потому, что стрелочка там используется. Ну, собственно, в Java 8 тоже используется стрелочка. По большому счету, это одно и то же. lambda выражение и row function. Стрелочная функция, да. Так. Окей. Использование в callback. Смотрите. Вот как раз к вопросу о стрелочных функциях, да. Вот смотрите, какая у нас была большая проблема в JavaScript. Что изнутри callback у нас this не равен тому this, у которой у нас есть функции, да. Вот этот this и этот this – это разные this. Ну, вот давайте на примере тоже посмотрим. R. Мы создаем массив, да. R равняется, там, раз, два, три. И мы хотим сделать функцию, которая будет его суммировать. Summarize. Вот. Мы пишем, вот создаем функцию такую, и, допустим, мы присваиваем сначала начальное значение суммы 0, бежим по этому массиву, да, this for each, и на каждой итерации мы хотим увеличивать значение sum, да, на this sum равняется this sum плюс x, да. Вот. Что у нас здесь? Так, я вот здесь вот забыл фигурную скобку открыть. Окей. Вот такой у нас получился метод Summarize. Если мы его сейчас запустим, то мы увидим, что R сам у нас остался нулевым, да. Хотя мы пробежались по массиву, мы просуммировали все элементы. Почему же так происходит? А происходит так, потому что на самом деле здесь this, вот если мы его выведем, консоля log this, да, здесь у нас this указывает на сам массив. Мы можем тоже это проверить. Console log this, да. Вот. Вот он, на сам массив указывает. Вот этот this указывает на массив. Ой. Так. Вот. А вот эти this указывают на глобальный объект, на window. И получается, что мы создаем вот этот sum в глобальном объекте, в window. Вот. Мы можем даже посмотреть. Sum. А, нет, не захотел. Так. Window sum. Window sum. Теоретически он должен туда суммировать. Она, наверное, была уже not a number. Мы можем ее обнулить. Давайте. Summary. Summary. О, видите, она сложила. Сложила туда, да. Раз, два, три. Она сложила не сюда, а туда, в глобальный объект window. Вот. Какие у нас были варианты решения эти в наших старых джава-скриптах? Мы могли создавать локальную переменную, да, var self. Вот такое стандартное решение, val self равно this. Вот. Стандартный обход этой проблемы. Что в коллбеке this у нас не то. И мы здесь вместо self мы используем, ой, вместо this используем self, да. Вот. Ну и давайте мы еще вернем из этой функции то, что мы вычислили. Return this sum. Вот. Получился вот такой самарай с self вместо this. Теперь self, он ссылается действительно на эту объекту, потому что по правилам джава-скрипта, по правилам замыканий, да, у нас self сохраняется. Вот. Она сохраняет ссылку на this. Ну и такой самарай с у нас правильно вычислить значение, да. У нас получилось 6. Другой вариант решения этой проблемы вместо this мы можем использовать bind. Да. Мы можем написать this sum, здесь тоже this sum и забайндить эту функцию к this. Мы таким образом говорим, что вот внутри функции, если будешь обращаться к this, то этот this возьми, пожалуйста, вот отсюда, да. Возьми вот этот this для того, чтобы он был использован внутри функции. Ну и это тоже у нас решает проблему. У нас получается 6. Что можно сделать в ECMAScript 6? А в ECMAScript 6 у нас эту проблему больше решать не нужно. Если мы используем лямбдовыражение, да, если мы пишем вот так, только в лямбдовыражении, да, вот если мы пишем вот таким образом, то в лямбдовыражении this ссылается не на глобальный объект, не на функцию, никуда, а вот на тот же объект, который есть снаружи. То есть контекст не меняется. Вот, ну и теперь мы можем убедиться, что это у нас тоже работает. Art Samurai свернет 6. Так, хорошо. Соответственно, это называется this, у которого scope пространства видимости лексическая, да, то есть в зависимости от того, где оно используется. Поддержка классов. В JavaScript появился синтаксический сахар, по сути, да, который позволяет классам выглядеть точно так же, как они выглядят в нормальных, обычных, объектно-ориентированных языках программирования. То есть у нас появилось ключевое слово класс, появился вот конструктор, метод, да, мы не должны здесь писать function, помните. Вот, и в целом код у нас очень похож на то. Ключевое слово конструктор, смотрите, для того, чтобы облить конструктор. Мы можем наследовать, да, с помощью ключевого слова extends, extends shape, да, вот, например, rectangle, extends shape, circle, extends shape. Мы можем использовать super для того, чтобы обратиться к родительскому конструктору или к родительскому методу. Например, вот здесь к родительскому конструктору. Мы вызываем конструктор и складываемся shape. Вот, в общем, очень все похоже на то, как это делается в Java. Доступ к базовому классу, да, через super, как я говорил. Также вы можете использовать super как ссылку, да, super будет ссылаться на базовый класс. Раньше нам приходилось ссылаться на базовый класс прямо по его имени. Вот, теперь у нас есть ключевое слово super, как в Java. Статические члены. Статические члены появились введением ключевого слова static, да. Соответственно, мы можем к нему обращаться. Вот, например, default circle. И вот этот default circle, он лежит в классе circle. И мы к нему можем обращаться, например. Rectangle, default rectangle. Circle, default circle. Раньше мы это тоже могли имитировать, написав circle, default circle, равняется вот этот вот цикл, вот эта функция. А сейчас мы ее можем класть прямо в класс. То есть выглядит все это вот как приличная такая нормальная имплементация классов в нормальном языке программирования. Интерфейсов тут, правда, не появилось, но вот классы, расширение классов, да, наследование, все появилось. Getter и Setter мы можем использовать, да. В общем-то, getter и Setter такие же, как они были в ECMAScript 5.1. Они появились уже давно, да. Инкапсуляции здесь дополнительно не появилось. Но, согласно соглашению, мы начинаем спрятанные переменные hidden, да, private с знака подчеркивания. Это не значит, что вы к ним не сможете обращаться, но просто такое соглашение, да. Вот, ну и вот тут вот getter и Setter. Например, для обращения к with мы пишем. Для записи данных with мы используем set with. Для получения get with. Вот, ну и, соответственно, у нас доступ к with свойству будет осуществляться через getter и Setter. Вот, это, собственно, не новое, это поддерживалось и в ECMAScript 5.1. Появились, наконец, модули, импорт-экспорт модулей, да. Да, мы можем сказать, вот, например, мы создаем модуль leap math.js, и мы можем сказать, пожалуйста, из math.js экспортируй функцию сам, мы для этого используем ключевое слово экспорт. Видимы снаружи будут только те функции, которые помечены ключевым словом экспорт. Да, экспортируй переменную p. Видимы будут только те функции, которые помечены экспорт, соответственно, p, и сам будут видимы. А все остальные функции, они будут как спрятанные, как внутренние функции этого модуля. То есть мы получаем такую как раз инкапсуляцию, да, вариант такой инкапсуляции. Только на уровне модулей, а не на уровне классов. Мы дальше можем использовать ключевое слово import, да. Он будет асинхронно подгружать соответствующий модуль, да. И, смотрите, мы будем пользоваться им, смотрите, мы объявляем такой псевдообъект math. Соответственно, доступ ко всем переменным в импортированном модуле будет осуществляться через вот эту переменную math. Соответственно, чтобы получить доступ к sum, мы пишем math.sum. Чтобы получить доступ к p, мы пишем math.p, вот. Ну, а это, соответственно, местоположение. Это реальная папка lib, и в ней есть подпапка math. Вот, соответственно, мы к ней обращаемся. Здесь мы сразу несколько значений импортируем. Здесь все, а здесь вот мы их перечисляем. Вот. Ну, и мы можем использовать значения по умолчанию для экспорта. Вот, смотрите, мы объявляем, что вот это значение является значением по умолчанию. Default, да. Default – это функция, является функцией по умолчанию. Соответственно, когда мы объявляем переменную как переменную модуля, да, то мы потом можем обращаться вот к этой переменной, вот, например, к exp напрямую, потому что exp, смотрите, exp ссылается на этот модуль, да, а этот модуль импортирует все из math и объявляет вот эту вот функцию, math.exp, как функции по умолчанию. Вот. Модули не поддерживаются пока что. То есть нам не надо писать exp. что-то, а мы просто пишем exp, да. Модуль импорт-экспорт пока не поддерживается браузерами, но, скорее всего, в скором времени такая поддержка тоже появится. Появилась в JavaScript встроенная поддержка промисов. Промисы, которые давно существуют во всех основных библиотеках, в jQuery, в AngularJS, да, они теперь появились и прямо в самом языке, да. У нас появился класс promise, соответственно, смотрите, как он работает. Когда мы создаем конструктор, используем конструктор промиса, мы получаем, мы передаем в теле конструктора, да, в первом аргументе конструктора функцию, которая принимает два параметра resolve и reject. Соответственно, resolve и reject – это функции, которые мы должны вызывать при соответствующих операциях промиса, да. Здесь вот у нас происходит тайм-аут на какое-то время, да, то есть асинхронная функция, вызов асинхронной функции происходит. Ну, и после того, как тайм-аут прошел, мы вызываем функцию resolve. Мы говорим, все в порядке, у нас все получилось. Можем к какому-то параметру вызывать reject. И в коде, использующем промис, да, мы, соответственно, подключаемся к нему функции then. Все выглядит точно так же, как это сделано, ну, почти так же, да, какие-то есть синтаксические отличия, но выглядит очень похоже на deferred object из jQuery или на библиотеку Q из AngularJS, но теперь это прямо вот в языке, да. Соответственно, вот этот вот callback будет вызван, если у нас успешное выполнение, если здесь вызван resolve, а вот этот будет, если у нас вызван был reject, неуспешное выполнение. Ну, и, наконец, самая такая интересная, необычная, странная функция JavaScript, это генераторы. Генераторы позволяют нам генерировать, генерировать, да не выгенерировать, всякие значения, да. Смотрите, для того, чтобы описать генератор, мы используем звездочку, ну, выглядит по синтаксису как указатель на функцию, да, в C++. Создавая генератор, мы… давайте я буду показывать примеры. Тема эта самая сложная, но и в то же время очень интересная. Function gen, допустим, мы делаем, да. И, смотрите, мы из генератора выбрасываем какие-то значения. Yield1, например, это функция генератора. И мы говорим, выброси значение 1, потом выброси значение 2, и потом верни значение 3. Вот. Я объявил такую функцию. Chrome вот уже поддерживает генераторы неожиданно. Какие-то простые вещи не поддерживает, а генераторы поддерживает. Вот. И дальше я могу объявить итератор. Вот то, что я сейчас объявляю, это итератор. G у нас будет итератором по генератору. Объявили итератор. Вот. У нас получился итератор, который пока что в спящем состоянии. Он в состоянии suspended. Я его могу пробудить с помощью команды next. Я говорю, давай, начинай работать. Он начинает работать и выполняет первый yield. И останавливается на этом. G next возвращает значение для первого yield и говорит, я еще не закончил. Done false. Но я... Ты можешь продолжать, да? Вот. Здесь он затормозился. Когда я еще раз обращусь к нему, он выдает значение 2. И говорит, я еще не закончил. Когда мы еще раз к нему обратимся, он выдает значение 3 и говорит, теперь я закончил. Соответственно, вот это 1, 2 и вот это значение 3. Я закончил. Так. Ну, вот здесь вот некоторые примерчики. Мы можем непосредственно поместить в массив результат работы генератора с помощью эллипсиса. Мы можем написать r равняется. Вот так вот. Ген. Но обратите внимание, что в массив он... И если мы будем бежать по этому множеству, и если мы будем помещать его в массив, то поместятся в массив только данные, которые мы yieldим, выбрасываем. Потому что данное значение, которое мы возвращаем, оно сюда не попадет. Вот мы делаем так. У нас получается 1 и 2. Значит, генераторы можно использовать для разных целей. Ну, например, мы можем генерировать айдишники. У нас каждый раз, например, вот мы объявили какую-нибудь переменную, ген айди, допустим, делаем. Вот. И здесь делаем yield и плюс-плюс. Вот. Вот у нас получилось. Мы присваиваем и значение 0. Ну, и теперь ген айди. Создаем итератор. Ит равняется ген айди. И дальше мы можем из него получать очередные значения. 0. Так, что-то я не то сделал. It's next. Так, сейчас. Мне, наверное, тут звездочку надо поставить. Так. Так, нет. Так, сейчас. Так он не работает. А, вот все. Я понял, что я не так сделал. Надо здесь написать бесконечный цикл. Смотрите. While true мы пишем yield и плюс-плюс. Вот. То есть мы это делаем в бесконечном цикле. Вот. Соответственно, мы создаем генератор таким образом. И теперь делаем value 2, да, 3, 4, 5. Вот. Он бесконечно будет выбрасывать следующее значение. Он никогда не кончится теперь. Все. Он у нас получился бесконечный. Он будет бесконечный. Но еще одна возможность, которую мы можем сделать, это вбросить в него исключение. Мы можем его остановить вбрасыванием исключения. Для этого есть команда itthrow. Мы можем сказать itthrow. Например, new error. Все пропало. Мы вбрасываем в него исключение. Вот. И он выбрасывает исключение. Все пропало, да. И больше у нас этот итератор не работает. Все. Он, видите, value undefined. Он свой бесконечный цикл прекратил. Таким образом, мы можем прекращать работу вот таких вот генераторов. Ну, вот здесь пример генератора, который бежит по всем свойствам объекта и их yielded, да, выводит. А здесь мы с помощью цикла for-of пользуемся этим генератором для того, чтобы отобразить все свойства объекта. Здесь другой пример. Мы вызываем из одного генератора другой генератор. Для этого используется yielded звездочка. Мы говорим, вот, пожалуйста, выброси x, потом выброси все, что встретишь в функции full, да, а full тоже генератор. Соответственно, у нас получится в массиве в итоговом x, потом a, потом b, а потом y, да, мы их выбросили. Ну, и мы можем массив выбрасывать. Sequence, потом все значения, видите, для этого, опять же, yield звездочка используется. Выброси все значения из этого массива и потом values. Получилось sequence of yielded values. Исключение, да, позволяет нам работать с генераторами, и мы можем обрабатывать исключение, да, с помощью try-catch. Смотрите, если мы вбросили туда исключение, это исключение выбрасывается из yielded. Вот, смотрите, мы вбрасываем, вот мы создаем итератор, gang-opt1 по этому генератору, и мы туда вбрасываем исключение, new error problem. В yieldе возникает исключение, и мы попадаем в эту строчку, code плюс error. Соответственно, вот она вот здесь показывается, да. Ну, так, и... В общем-то, все. Я могу показать еще... Еще одну интересную фишку с использованием генераторов. Смотрите, мы можем... Создать метод. Как мы вообще используем кулбеки в JavaScript обычно, да? Мы создаем, например, функцию. Вот, смотрите, нам нужно складывать два числа, x, y. Ну, мы это как обычно делаем? Мы пишем там return x плюс y. Return x плюс y. Но если эта операция должна быть асинхронной, да? Так, что я не так сделал? Function add, да? Add. Вот. Если эта операция должна быть асинхронной, мы используем кулбеки. Мы говорим, передай мне кулбек, когда я закончу. И я уже результат отдам в этот кулбек. f x плюс y. То есть я вызову f после того, как я буду завершен. Ну, давайте, чтобы сделать действительно асинхронную операцию, воспользуемся здесь setTimeout. Напишем setTimeout. Ну, и здесь сделаем function f x плюс y. Ну, и, например, через секунду, да? То есть он будет... Ну, давайте, через две секунды. Он будет результат вычисления через две секунды показывать, да? Выдавать. Вот. Теперь у нас... Так, что-то я тут ошибся. Так, сейчас, секунду. SetTimeout function... SetTimeout function... 2000... А вот так? Здесь. Пажется так. Значит, вот. Получилась у нас такая асинхронная функция, да? Теперь я могу сложить 1, 2 и написать в качестве третьей функции, что я хочу сделать со сложенными значениями. Ну, например, вывести их в log. Console.log. Так, тут у нас получается значение. Res, да? Res. И я хочу его вывести. Такой. Вот. Соответственно, он какое-то время будет думать, 2 секунды, да? И потом выведет 3. Вот. Получился у нас такой подход с асинхронной функцией. А что мы можем сделать с использованием генераторов? Смотрите, мы можем сделать вот такой вот генератор. Function. Процесс. Ну, например, add. Это будет у нас генератор adding. И этот генератор, смотрите, что будет делать. Он, например, будет брать число. Res равняется yield add 1, 2. Вот. Он будет брать другое. Он будет брать другое число. Var.res2. Вычисляет, да? Сумму второго числа. Равняется add. Сложим результат, который мы получили от первого сложения. И добавим еще 3. Да? Ну, и он будет выводить результат. Таким образом, у него в качестве результата такого вычисления должно получиться 1 плюс 2, 3. 3 плюс 3, 6. Да? Вот. Вот у нас получился такой генератор. И еще одна вещь, да? Как нам вообще такую же операцию совершить с помощью callback? Мы должны написать здесь add. Мы сложили 1 и 2. Теперь нам нужно написать в качестве callback тоже function. Результат мы какой-то здесь получили. И здесь мы можем написать add.res, запятая 3. Да? И здесь мы опять получили результат, запятая function.res. И теперь мы его можем вывести. Консоль. Log. Вот если нам последовательно несколько операций нужно сделать, вот нам нужно вот такую лестницу создавать. И это так называемый… Так, что-то я здесь забыл. Так. Вот. Он будет вычислять какое-то время. 4 секунды, да? Потому что 2 секунды на первый add, 2 секунды на второй add. Всего 4 секунды. И у нас получилось 6. Это так называемый callback help. Что мы можем сделать, если мы используем генераторы? Мы можем, смотрите, переписать add функцию таким образом, что она будет использовать итератор. Мы можем написать здесь id next x плюс y. Вот. Она будет запускать итератор и делать следующий шаг из callback. Вот. Мы это сделали. И теперь, смотрите, у нас наша функция, которая называется adding. Вот она как выглядит, да? Вспомним ее еще раз. Что здесь происходит? Здесь происходит вызов add. Add вызывается. Он делает следующий шаг. Следующий шаг возвращает значение. И оно оказывается в res. Давайте мы ее запустим. Смотрите. Мы создаем итератор. Итер равняется adding. Вот. Мы создали итератор. Вот он. Он пока спит. Он пока спит. Теперь мы его запускаем на выполнение. Next. И после этого через, соответственно, 4 секунды у нас вычислилось значение 6. Таким образом это произошло. Мы запустили итератор на выполнение. Соответственно, начал выполняться метод adding. И здесь у нас запустилось выполнение функции add. Функции add асинхронно через 2 секунды вычислило значение x плюс y. И мы сделали следующий шаг. Результат этого следующего шага вернулся как результат yield. И он попал вот сюда, в res. Вот. Этот res получился. Этот res мы получили. И положили сюда на следующем шаге. Следующий шаг выполняется. Запускается опять сложение. Res плюс 3. Опять выполняется вот эта функция. Через 2 секунды опять следующий шаг. Следующий шаг сделали. Это результат, который мы возвращаем из yield. x плюс y. x плюс y возвращается в res 2. Ну и res 2 мы выводим. Вот. Единственное, что тут не очень приятно, что нам приходится пользоваться глобальной переменной. It's next. Но какое преимущество мы здесь получили? Это мы здесь наконец-то можем избавиться от callback hell, когда у нас последовательные операции приходится писать вот такой вот длинной лесенкой. То есть вот add, потом add. Это так называемый callback hell жава-скриптовый. Здесь мы последовательные операции пишем в обычную строчку. Мы выполняем первую операцию. Она синхронная, но она первая. Потом мы выполняем вторую операцию. Вот. Вот в таком виде пока что на сегодняшний момент реализовано то, что так долго ждали от ECMAScript'а и то, что называется, например, в C-sharp'е await-async. Может быть, await-async реализует полностью, как ключевые слова, в ECMAScript 7. Вот. Но пока что это обсуждается. Точно это неизвестно. Но мы можем сейчас уже использовать вот такую вот возможность. У меня, в общем, время заканчивается. Но, в принципе, я могу сказать, что есть библиотечные методы, которые позволяют упаковать использование вот этого вот. Ит, да. И, соответственно, мы можем получить универсальный подход к работе, не создавая вот каждый раз итератор на лету. Так, давайте я посмотрю вопросы. А когда генераторы будут Java? Тотнет, они уже есть лет 8. Ну, вот Java язык такой медленно развивающийся. Он считает, что это такой у него плюс, консервативный язык. Но сейчас индустрия разработки программного обеспечения переживает очередную революцию, можно сказать. У нас языки появляются, как грибы после дождя. Возможности в них очень сильно совершенствуются. Вот. И Java пришлось выпустить 8-ю версию. Скоро, надеюсь, выйдет 9-я версия. Может быть, в 9-й версии появятся и генераторы. Еще вопросы задавайте мне, потому что время мое заканчивается. Значит, смотрите, еще одна вещь, про которую я хотел рассказать. Давайте я вам сейчас... А, использование транспайлеров для JavaScript. Какой посоветуете? Ну, смотрите, есть два основных варианта. Что такое вообще транспайлер для транспиляции? Это, так как у нас ECMAScript поддерживается не везде, то, чтобы сейчас писать на ECMAScript 6 и работать во всех браузерах, нам нужна транспиляция. То есть преобразование, конвертация Java скрипта из формата ECMAScript 6 в поддерживаемый всеми ECMAScript 5. Для этого используется транспиляция. Самый популярный транспилятор – это Babel. Да, Babel, вот, Babel.js.io. Вот, тут вот, в принципе, можно зайти на сайт, посмотреть на то, как он работает. Вот, это один вариант, Babel. Честно говоря, использование Babel имеет некоторые подводные камни. Вот, другой вариант – это использование TypeScript. TypeScript – это язык от Майкрософта, который является типизированным JavaScriptом, да, со строгой типизацией, и является надмножеством JavaScriptа. То есть обычный JavaScript является валидным кодом для TypeScript. Вот, и TypeScript поддерживает ECMAScript 6. То есть, в принципе, вы можете пользоваться TypeScript. Вот, конкретно про Babel я тут даже заготовил небольшую демонстрацию. Ну, вот, не знаю, успеем ли мы уже. Времени у нас совсем мало. Вот, смотрите. Значит, у меня вот здесь вот есть такой документик – class install Babel. Вот, смотрите, каким образом надо устанавливать Babel. Ну, прежде всего, вам надо, конечно, поставить Node.js, потому что он основан на Node.js. То есть, соответственно, просто скачиваете и устанавливаете. Устанавливается Node.js и устанавливается NPM – это Package Manager для Node.js. Потом мы… ну, я работаю на Mac. Вот, тут надо админские права давать для таких операций, поэтому тут sudo написано. NPM install Babel.clay.clay – это Command Line Interface. Вот я установил Babelевский Command Line Interface. Но у них на сайте ничего не написано нормального. Но после того, как вы устанавливаете Babel Command Line Interface и пытаетесь транспилировать ваши исходники в ECMAScript 5 из ECMAScript 6, они выглядят точно так же, они вообще не меняются. И оказывается, это происходит, потому что вам отдельно нужно скачать настройки. И чтобы их скачать, нужно использовать NPM install Babel preset ECMAScript 2015. Там у них есть пресеты. Идея пресетов состоит в том, что, может быть, браузер, для которого мы собираемся сделать код, он уже поддерживает многие возможности. И мы можем вручную выбирать те возможности, которые нужно транспилировать, а все остальное будет оставаться в том же виде, в котором есть. Вот мы уже видели, что Google Chrome очень многое поддерживает. Вот. Соответственно, транспиляция не понадобится. Babel preset ECMAScript 2015 транспилирует все на свете. Вот мы ее установили. И еще одна вещь, которую нам нужно установить, это Babel Polyfill. Polyfill без Polyfill, если вы будете пытаться запустить, многие конструкции не будут работать. Этот Polyfill должен присутствовать. Ну и дальше мы можем пойти в NodeModels, ну это вот он у меня туда установился, в NodeModels, да, bin Babel и запустить. Мы хотим конвертировать папку SRC, положить результаты конвертации в папку Lib и использовать presets ECMAScript 2015. Вот. Вот без этой строчки, ну то есть вот это все понятно, это откуда, это куда, а вот без presets ECMAScript 2015 он ничего не конвертирует на самом деле, а оставит код таким, каким он есть. Я вот долго с этим боролся. Значит, смотрите теперь. Ну вот в папке SRC у меня, соответственно, less, так, ls. Здесь у меня документ First.js, да, можем посмотреть. Это файл, который First.js, который написан с использованием уже ECMAScript 6, да, тут классы, конструкторы и так далее. Или генератор используется, ID Maker, да, и так далее. LED, все дела. Вот. Обратите внимание на файл First.js, First.html. Посмотрите, здесь нам нужно подключить, во-первых, Required.js. Если вы хотите использовать модули, вам обязательно понадобится Required.js, потому что поддержка модулей ECMAScript-овских осуществлена через Required.js. Соответственно, подключаем Required.js, надо скачать ее, подключить. И потом нам последовательно нужно подключить сначала Polyfill, Required Polyfill, а потом уже наши модули, которые мы должны, ну, тут через запятую их можно указать потом. Вот, First, да, First.js. Соответственно, Polyfill должен быть загружен первым асинхронно, да. Я тоже на этом потратил достаточно много времени, чтобы вот все это понять и настроить. Ну, и результат преобразований. В общем, все, да, вот у нас есть First.html, First.js. Это настройки для Visual Studio Code. Вот. А First.html, First.js мы можем преобразовывать и выполнив соответствующую команду для преобразования. Так, сейчас мы находимся в этой папке здесь. Вот сейчас я еще раз вернусь к Install Bubble, копирую вот эту вот команду, да, копии, завершаем, вставляем. Вот. Он осуществляет преобразование всего, что есть в папке SRC в lib. Ну, собственно, там один JavaScript файл First.js, и он First.js преобразовал в First.js в папке lib. И если мы пойдем в папку lib, cd-lib, lib – это, собственно, то, что мы будем включать уже к нашему проекту. Ой, ls. ls. ls.js, то мы видим, что он преобразовал его вот в такой код на стандартном JavaScript, да, из ECMAS 36, стандартный JavaScript, который будет работать в любом браузере, где угодно. Вот. Генераторы, тут все дела. Так. Ну, все, я думаю. Так, давайте вопросы, какие еще. Если у кого-то есть вопросы, еще давайте. Я, в общем. Это вот Babel, стандартный транспиллятор, соответственно, самый транспиллятор, который поддерживает наибольшее количество вообще возможностей. Мы можем посмотреть, кстати говоря, ECMAScript 6, браузер, support. Есть такая замечательная страничка, ECMAScript 6, compatibility table. Вот. И в ней, в принципе, написано, вот она, какие браузеры, какие возможности имеют. Вот. Мы можем смотреть, кто как поддерживает. Это вот всякие фичи слева, да, из ECMAScript 6. Вот они. Вот. А справа написано поддержка. Зелененькая, это значит, поддерживается хорошо. Красненькая не поддерживается никак. Желтенькая кое-как. Ну, можно смотреть, да, вот тут, например, Internet Explorer 11 даже очень плохо все поддерживает. А вот Edge, это новый браузер от Microsoft, поддерживает. Вот Edge 13, видите, поддерживает уже очень многое, почти все, да. Вот. Ну, и так далее. Там, ноут пятой версии уже многое поддерживает. TypeScript вот кое-что поддерживает. Ну, в общем, разные есть возможности. Так, а Бабеля тут, по-моему, и нету, да. Бабеля, я что-то не вижу. Это у нас, Бабеля. А, вот Бабель, вот он, Бабель. Второй, вот он. Вот. Ну, вот видно, что у Бабеля очень даже неплохая поддержка. Вот. Хотя вот какие-то вот вещи тоже в нем не реализованы. Но вот основные вещи, основные синтактические конструкции, там, функции, это вот все он поддерживает. Вот. Ну, вот это вот Chrome, например, Chrome 48. Вот поддержка Chrome. И здесь мы можем развернуть каждую из этих конструкций и посмотреть. Вот Map, например. Это детально уже базовая функциональность, да. Вот. И можно смотреть по каждому языку, что поддерживается, что нет. Вот. Ну, надеюсь, что где-то там через годик, может быть, у нас будет уже полная поддержка. А здесь, кстати, можно переключаться. Видите, пятый, шестой, седьмой. Какие-то вопросы еще у кого-нибудь? Так, сейчас я опять. А, вот. Так, Q&A. Юзать веб-пак вместо require. Ок. Да, можно юзать не только require.js. Не изучал вопрос, но видел где-то на форумах, что вы можете использовать разные асинхронные загрузчики. Детально не скажу. Наверное, можно, да. Видел просто, что вроде как можно разные, не только require.js. Еще какие-нибудь вопросы? Ну, все тогда. В общем, спасибо всем за внимание. Пользуйтесь Экмос Крюльт 6. Это круто. Пользуйтесь Экмос Крюльт 6.